В акции по сдаче крови приняли участие многие общественные организации, сотрудники администрации, молодежь. Среди них немало тех, кто впервые решил стать донором. Помогать людям решил. Моя кровь может спасти жизнь. Ну и это благое дело сдать кровь. В дальнейшем буду постоянно сдавать. Сегодня станция Воденцова не испытывает дефицитов донорской крови, но каждую неделю сюда приходят жители, понимая, насколько это важное и нужное дело. Ежегодно у нас прирост первичных доноров составляет порядка 35-36 в отдельные месяцы, там до 40% от числа сдавших кровь. Это говорит о том, что люди отзываются, пополняются у нас ряды доноров. Соответственно, с каждым стараемся работать, объяснять важность его, у каждого конкретного человека, его роль в спасении нуждающихся, в предоставлении шанса нуждающимся выжить, выздороветь. Администрация Денцовского муниципального района не первый раз участвует в акции по сдаче донорской крови. Мы прекрасно понимаем, что кровь может понадобиться человеку в любое время и в любом месте. Мы благодарны людям, которые постоянно откликаются и участвуют в данной акции. Это дружный коллектив управления образования, общественная палата Денцовского муниципального района, сотрудники социальной сферы, пенсионного фонда, центра занятости населения и наши любимые общественные организации. Донором может стать каждый. Главное, чтобы человек был абсолютно здоров, не имел хронических заболеваний и вредных привычек. За день до сдачи крови необходимо отказаться от жирной пищи, не употреблять алкоголь, а утром перед процедурой выпить сладкого чая. Сегодня утром попила чай и пришла сдавать кровь. Раньше я этого не знала. Я приходила на голодный желудок, потом домой бегом бежала, чуть ли не падала. Но сейчас уже более-менее стала, научилась, знаю теперь, как правильно надо сдать, что голодным идти не надо. И поэтому я считаю, что это очень нужная и серьезная акция. В этой акции всегда участвует общественная палата и бывает она инициатором сдачи крови. Сдача крови может помочь любому из нас. Старший сын тоже постоянный донор. После того, как первый раз я была на сдаче крови и приехала под впечатлением, поделилась дома, конечно же он тоже, он такой у меня мальчик романтичный, ответственный и духовно такой тонкий. Он говорит, мам, я буду тоже сдавать, он сдаёт. И младший сын тоже, соответственно, уже подрастающее поколение, все-все-все сдаём, да. Более 80 человек приняли участие в акции. Всего было сдано около 23 литров консервированной крови, которую впоследствии переработают на компоненты. Обязательный карантин, дополнительные исследования материала, только после этого кровь поступит в общий банк и будет использована для лечения и спасения жизни пациентов. Вся донорская кровь, каждый донор, первичный, сотый раз пришёл. У нас есть люди, которые более ста раз уже сдали в своей жизни кровь. Так вот, какой бы раз он ни пришёл, мы очень придирчиво относимся к обследованию донорской крови и её выбраковке. Малейшие сомнения в лабораторных анализах полученных, они ведут, естественно, к выбраковке и уничтожению заготовленных компонентов. Как любят говорить врачи, порой и одна капля крови может спасти жизнь человека. Участие в подобных акциях – это долг каждого неравнодушного гражданина нашей страны. Мария Шматкова, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.